Добрый день, дорогие телезрители! Мы приветствуем вас в литературной гостиной. Этот год насыщен литературными юбилеями. Очень многие русские классики жили, работали в Симбирске, в Ульяновске, и мы часто о них рассказываем, о их деятельности, о их работе, какая память осталась в нашем городе об этих людях. Но самое дорогое имя для нас, конечно же, это Иван Александрович Гончаров. А в этом году мы отмечаем 210 лет со дня рождения писателя. По этому поводу мы пригласили в студию Ольгу Егоровну Бордину. Много лет Ольга Егоровна была заместителем директора Кривического музея. Кривический музей курирует Языковский праздник, Гончаровский праздник и другие литературные мероприятия. И в этом году Кривический музей готовится отметить вот эту круглую дату. Добрый день, Ольга Егоровна. Мы рады вас видеть. Я хочу напомнить, что с журналом «Мономах» вас связывает очень долгая такая плодотворная деятельность. Наверное, 28 лет. Сколько существует журнал «Мономах», столько вы и работаете как член редакционного совета. Давайте поговорим немножечко о Гончарове, о Гончаровском празднике, как все в этом году проходит, чего нам ждать и чему радоваться. Спасибо. Действительно, в этом году одной из значимых дат вообще для Ульяновской области является день рождения Ивана Александровича Гончарова. Ему исполняется 210 лет. С одной рождения мы отмечаем. И неудивительно, что Ульяновский областной Кривический музей курирует, является инициатором и организатором проведения вот этих литературных праздников, о которых вы сказали. Потому что в составе Кривического музея три литературных музея. Это не у каждого так бывает. У нас в нашей структуре – это историко-мемориальный центр музея Гончарова, литературный музей Дом Языковых и усадьба Языковых в Корсунском районе. И, конечно же, мы отвечаем и вместе с Корсунским районом, конечно, отвечаем за проведение Пушкинского праздника. Я просто напомню, что он будет проходить в первое воскресенье июня, то есть 5-го числа, день рождения Пушкина. Помнят все, да, 6-го июня. Проводим в воскресенье ближайшее ко дню рождения. Каждый год теперь уже всероссийский праздник, очень много гостей. И на территории Языковского парка, это бывшее имение Языковых, будет проходить этот праздник. Он такой, знаете, очень приятный, доброжелательный. Все как раз цветет. И вот по этим аллеям пройтись, пруды, Пушкинская ель, конечно же, очень красиво все это. Но основной площадкой в городе, конечно, основным мероприятием для города у нас является наш всероссийский гончаровский праздник. Он состоится 19 июня. Это тоже ближайшее воскресенье ко дню рождения. У Ивана Александровича день рождения 18 июня. А вот будет праздник проходить 19 числа. Центральный очень хорошо, что мы возвращаемся к старой нашей площадке, к Винновской рощи. И основные мероприятия, такая театрализованная программа состоится на летней эстраде. Традиционно выступление будет со словом о Гончарове. У нас каждый год выступают с этим и родственники, потомки Гончарова. Они живут у нас в Москве, в Калининграде, в Нижнем Новгороде, во Франции. Вот не знаю, конечно, в этом году вряд ли состоится приезд, но вот на российских мдах на день. Приезжают исследователи Гончарова, лауреаты Гончаровской премии. То есть это тоже очень такой волнующий момент. И еще, конечно, очень хорошая такая программа у нас – это музыка в жизни и творчестве Гончарова. Это выступление нашего Ульяновского симфонического оркестра, оркестр народных инструментов. Естественно, в подготовке, в проведении этого праздника принимают почти все наши областные учреждения культуры. То есть это хороший большой праздник. И очень хорошо мы несколько лет проводили это на Испланаде, на Плаще, на Венце. Но все равно, вы знаете, Венецкая роща придает им особую атмосферу, особенность. Тем более эти места именно связаны были с Гончаровым. И я заметила, вот когда праздник проходит в городе, он как-то сливается с другими мероприятиями. И как-то вот в памяти тоже все в одну картинку. А каждый праздник Венновской рощи – это отдельная радость. Он всегда чем-то запоминается. И погоды, кстати, очень часто ливни, тем не менее, не мешают. И обратила внимание, что жители города идут с удовольствием в Венновскую рощу ощутить вот этот аромат гончаровский. И действительно, вот чем нам дорог Гончаров, я давно заметила, что в его произведениях присутствует очень много ароматов. И аромат любви в обрыве – это аромат полевых цветов, да, в обломе аромат сирени. И это все очень радостно. В этом году, вы знаете еще, что совпадает у нас, будет проходить еще очередной, традиционная международная научно-практическая конференция. Она проходит раз в пять лет. И вот как раз у нас, прямо накануне, в сервисе гончаровского праздника, будет проходить конференция. На сегодняшний момент уже подали заявки свыше 70 человек. Это исследователи, ведущие, гончароведы из Питера, Москвы, из Молдавии, из Белоруссии, из Украины. Вот, приедут. Ожидаем онлайн-участие наших известных исследователей. Это Вера Бешицкая из Германии, Вероники Молдавии из Венгрии. Надо сказать, что сколько лет прошло, да, но каждый год находятся новые темы в изучении творчества Гончарова. Вот совершенно новые грани открываются. Вот вы сказали, что в творчестве Гончарова присутствуют вот именно запахи, цветы. И вот действительно, я буквально недавно слушала передачу, да, о том, что в раскрытии образов и героев, атмосферы действия, очень большую роль играют вот запахи, да. И вот как раз привели пример романа Ивана Александровича Гончарова. Вот, и настолько было интересно, что вот как, вот, например, в обрыве, да, у бабушки, вот именно атмосфера её дома, её характер передают вот эти запахи полевых цветов, да, близость, то есть близость к природе, да. Или, например, там уже более строгий салон, да, когда строго выверено, там каждый сантиметр, и стоят только цветы оранжерейные. Это тоже же совершенно, то есть именно в творчестве Гончарова вот это как прослеживается, как не в творчестве других авторов. Ну, это, конечно, большая заслуга писательская, талант его. Вот, знаете, я заметила, что исследователи наши, они часто пишут в журнале «Мономах», мы поддерживаем связь со многими, и с Иваном Пырковым, и с Вероникой Жабер, и Верой Бешицкой. Их, конечно, всех объединяет любовь к Гончарову, а ещё их тянет в Ульяновск, вот тоже гостеприимство наше, особая атмосфера коллектива Гончаровского музея. Согласитесь, что это действительно особый такой коллектив, они живут Гончаровым, они любят искренне его, как живого присутствующего человека в их жизни. И это тоже подкупает, и это тоже объединяет людей разных, из разных городов. Потому что ведь не просто они приехали вот в пять лет, или приехали на Гончаровский праздник. Сотрудники музея Гончарова поддерживают с ними постоянную связь. Они знают, над чем они работают, вот люди, да, что-то какие-то новые, выпустили книги, и мы сразу об этом узнаём. А насчёт коллектива, вот сам музей первоначальный, да, литература музея Гончарова, он уже был открыт в 1982 году. Но в 2012 году, к 200-летию Саня Рождественной Писателя, произошло такое знаменательное событие. Был открыт историко-мемориальный центр музея. То есть он как бы стал центром изучения творчества Гончарова. И это единственный музей, вообще рассказывающий о Гончарове в России. Вот, и поэтому, и ещё коллектив, недаром сотрудников называют дети Гончарова. Они, вы знаете, на любую, даже вот современную какую-то проблему, которая возникает, они вспоминают и цитируют Ивана Александровича. У него на любой жизненной ситуации есть какой-то пример. И мы уже иногда и смеёмся, вот, но тоже привыкаем к этому, что у Ивана Александровича можно найти ответ на любой, даже современный вопрос, вот, на любую ситуацию. В этом году 100 лет со дня рождения Марка Харитоновича Валкина он создавал этот музей. Мы, конечно, наверное, будем его вспоминать, да, и в журнале «Мононах». Конечно, конечно. Краевический музей тоже будет вспоминать. Конечно, конечно. О его работе. Вот, потому что именно он тогда возглавлял областной Краевический музей. И Дувачий Марк Харитонович – это легенда в нашем ульяновском краеведении. Он 30 лет возглавлял вот Ульяновский областной Краевический музей. И именно при нём начали появляться филиалы наши. Вот, и музей Гончарова, там у нас было народное образование, конспиративная квартира. И тогда был вопрос, вы знаете, ведь запросы отправлялись по всей стране. В областных газетах публиковались, да, что мы создаём центр музея, ищем людей, которые знают, может, в которых сохранились материалы какие-то, да, чтобы использовать их. То есть очень большая работа была проведена, конечно. И то, что у нас ещё, ведь почему вопрос-то поднят? Дело в том, что в 1912 году, когда было 100 леса Нерзин, отмечался в Симбирске ещё тогда, была у нас большая выставка. И вот тогда приезжали потомки Гончарова. И у нас в музее остались материалы с этой выставки. То есть мы обладали уже коллекцией мемориальных вещей. Вот. И у нас на протяжении многих лет была комната Гончарова. Вот. И туристы, когда приезжали наши ещё тогда на Вовге, теплоходы, да, десятками заходили к нам по выходным дням, да. Вот. Я вспоминаю это время. И как раз в первую очередь, конечно, мы же знакомились с комнатой Гончарова. Потому что действительно это была уникальная коллекция, материалы, имя, которое символизировало наш литературный край, конечно. Вот. И поэтому вот был, при его, естественно, при поддержке и при его работе сеньор Марка Ритоновича был открыт этот музей. Ну, а вот уже спустя, получается, 30 лет, вот, историко-мемориальный центр. Здесь уже большая заслуга Юлии Константиновны Володиной. Это нашего современного директора. Большую поддержку оказал федеральный нам центр. Вот. Очень, конечно, большая работа. Тогда, если первый музей размещался у нас в части помещения первого этажа, вот, то теперь нам передали полностью все три этажа. И надо было его превратить не просто там в литературный музей, а это современный как бы центр культуры. Культуры, да. В котором есть и торжественный зал, и конференц-зал, и литературное кафе, и хорошие экспозиции, выставочный зал. То есть это действительно центр, центр музей современный. И без зал такой уютный, так хочется там собираться, говорить о литературе, о Гончарове. Я хочу напомнить телезрителям, что июньский номер журнала «Мономах» посвящен 210-летию со дня рождения Гончарова. Ну, там будут и другие литературные материалы. Как всегда, «Мономах», в общем-то, собирает как можно новые исследования. Новые исследования, и наши краеведы, они умеют работать. Да, я хочу добавить, что действительно вот на протяжении, вот как «Мономах» у нас существует с первого года, с первого номера, Кроведческий музей сотрудничает с журналом. Ольга Егоровна, что еще интересного происходит на Гончаровском празднике? Вы знаете, вот помимо театрализованного действия на летней эстраде и выступления оркестра, еще интересный такой момент, это у нас перешел от Обломовского фестиваля. Дело в том, что Гончаровский праздник, он проходит и организуется в классических традициях. А вот с 2004 года у нас в Ульяновске, в Димитровграде, а перед этим в Кирове еще проходил Обломовский фестиваль. Он, конечно, ориентирован на молодежь в первую очередь и проходит как бы под девизом «Фестиваль свободного времени». И вот надо сказать, что это тоже очень интересное, в общем-то, действие. Дело в том, что фестивалей, посвященных литературным героям, не так много в стране. Вот мы, когда изучали этот вопрос, мы выяснили, что в Саратове некоторое время проходил фестиваль, посвященный Христакову. И в Казмедемьянске посвященный Остапу Бендера. И Обломовский фестиваль посвящен герою Илье Ильичи Обломову. Вот Обломовский фестиваль. Конечно, мы долго искали концепцию, как выстроить его, чтобы он был интересен. И он действительно ориентирован как бы на молодежь. Интересные, интересных там у нас и мастер-классы там по танцам проходят, по современным, да. Театрализованы какие-то постановки. Интересные есть площадки, например, с творчеством, знакомящие с творчеством молодых. И вот очень интересно, мы придумали, это вручается премия Обломовская яблоко. Обломовская яблоко. Да, Обломовская яблоко Симберцита, которая вручается именно молодым работникам культуры. И не только государственных учреждений, а именно еще не государств, иногда их забываем, да. То есть это очень интересно, не только музейным, но и там театр кукол, например, там и кинофонд у нас, и архивы наши участвуют в этой премии. И сама премия, это, конечно, как бы знак признания, да, просто младых из Симберца. Это наш местный поделочный камень, вот, и такое красивое оно у нас. И вот вручаем, вот заявки подает, специальная комиссия у нас работает. И вот мы просто даже узнаем, кто над чем работал, вот в чем реализовывалось, какие-то проекты ребята делали, да. И вот очень, конечно, приятно, это вот как раз тоже, о чем мы с вами еще и будем говорить, да, что именно мы должны ориентироваться на молодых, на то поколение, которое следом придет, вот, и будет работать в наших учреждениях культуры. И вот в этом году тоже самое будет тоже вот вручение Обломовского яблока, вот именно как раз вот для молодых работников культуры. Нам бы еще фестиваль Гриневский, о любви, для молодежи, да, подумайте, посоветуйте со своим коллективом. Так хочется, Сергей Борисович Петров часто говорил, напоминал нам, что у нас есть еще один герой такой, Гринев. Если говорить о любви, то, конечно, не хватает нам этого праздника. Вы знаете, вообще, вот дата, которая большая, уже на всероссийском уровне, нас ожидает. Вот в 2024 году мы будем отмечать 225 лет с день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Принята большая программа подготовки и проведения этого юбилея на российском уровне. И вот мы, конечно, у нас есть идеи, мысли, потому что наш симбирский губернии, да, вот, это территория, где Пушкин бывал дважды, да. И когда он ехал по дороге из Петербурга в Оренбург, когда собирал материалы о Пугачевском восстании и на обратном пути, он тогда заезжал к Языковым. Он, конечно, в первую очередь хотел встретиться с Николаем Михайловичем Языковым, вот, но познакомился со всеми братьями, очень хорошо они пообщались, да. То есть мы с Пушкиным связаны, и мы позиционируем себя, как одно из пушкинских мест России. И вы знаете, сейчас мы разрабатываем новую концепцию, хотим объединить вот два наших пушкинских, два языковских музея. Музей Языковых, литературный музей Дом Языковых, который в Ульяновске, на Спасской, и усадьба Языковых в Корсунском районе. Что это была единая такая музейная атмосфера. И вот как раз хотим большую экспозицию по теме Пугачева. Вот, ведь не все знают, что после посещения Пушкиным в Симбирском губернии он изменил сюжет капитанской дочки, внес новые изменения, и семью Гринёвых, как мелкопоместные были помещиков, поселился в Симбирском губернии. И Гринёв у него родом отсюда оказался. Вот это мало, а вот это надо об этом говорить. То есть действительно Сергей Борисович был прав, конечно, но это действительно открывается все временем, и это, кстати, развивается. Так что будем думать над этим. Ольга Егоровна, я хочу еще напомнить о том телезрителям, что вы у нас не просто старейший член редакционного совета, с вас начиналась наша симбирская энциклопедия. Это было очень интересно. Это было такое время, когда посещали, вы успели, мы к вам присоединялись, все точки, все села объехали, было зафиксировано состояние наших храмов. Конечно, мы же очень вспоминаем Алексея Сергеевича Сытина. Спасибо вам, что вы храните его память, потому что на его материалах строится все наше краеведение. Это уникальный историк, как и его отец, у которого учились тысячи наших педагогов. Я очень рада, что мы сегодня с вами встретились, и хочу поздравить вас с юбилеем. Вот у нас рояльку ставь, у вас круглая дата. Да, Ольга Егоровна, хочется, чтобы вы работали, продолжали работать, заниматься краеведением и природой, и литературным краеведением, для того, чтобы вы очень много делаете для продвижения истории, и для патриотического воспитания, о котором мы сегодня говорили. Без этого нельзя, ни одна семья с этим тоже не проживет. Поэтому у нас еще один рояль есть в кустах. Да, здесь разные подарочки, но один я вынуждена показать. Это вот наш сувенир. Пусть здесь будут самые ценные, в этой карандашнице с надписью «Мономах», будут все самые ценные ручки, которые помогают вам в работе. И хотя мы очень за время пандемии потеряли в краеведении очень многих наших ведущих сотрудников, членов редакционного совета, без которых вообще, казалось бы, немыслимо дальше двигаться, я тоже хочу сказать нашим телезрителям, что Ольга Егоровна Бородина привела в «Мономах» и ввела в научную среду очень много молодых. Вот за это я вам благодарна. Потому что те ребята, которые получали наши премии, журнал «Мономах», у нас такая была номинация «Дебют». И все они не затерялись, они все работают, они многого добились, да, как Илья Астиньшин, вот он у нас защитился. Да, Стрюков, да, все. Илья у нас сейчас, даже когда он пришел к нам музей, буквально после университета, потом и защитился, он сейчас кандидат биологических наук, и сейчас возглавляет он русский палеонтологический музей. Вот, так что мне очень, потому что, вы знаете, я всегда, мне всегда очень приятно с молодыми работать, и очень хочется, чтобы они реализовывались, вот, и, вы знаете, чтобы у них появился интерес, вот, к краеведению, к области. Ну, есть, это интерес. Конечно, вот это радует. Конечно. Вот ради чего? Молодежь должна приходить. Да, 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 обязательно. Вот, ну, я хочу поблагодарить, конечно, Ольгу Гердину, неожиданно, но я хочу сказать, потому что, действительно, и Ульяновская Симбирская энциклопедия, и Мономах, которые почти одновременно вошли в мою жизнь, я просто, вы знаете, это уже, вот, суть меня, да, вот, и, конечно, все это связано еще с работой. Это счастье, когда, вы знаете, вот эти вот такие интересные вещи, да, вот, пересекаются и с работой, и становятся с тобой, да, вот, и, конечно, без этого жизнь была бы пустой. Вот, так что большое спасибо, и я надеюсь, что и Мономах и дальше будет развиваться, и будет у него много авторов, интересных тем, вот, и он будет находить новых читателей. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок